здравствуйте любители денежные деревья мои денежные деревья под лампой сегодня 1 октября сейчас вам покажу ошибку которую я допустила в одном из денежные деревья вот она почти без листьев уже вот такие вот листочки сверху они были наполнены влагой был отличный тургор вот это здесь пошли уже новенькие листочки расти ну я увидела вот здесь он всегда был такой пенечек я взяла его обрезала после этого вся сила этого денежного дерева пошла на то чтобы убрать зарастить вот этот вот срез и листочки опять стали вялыми морщинистыми я сейчас просто наблюдаю чем это все закончится надеюсь на то что будет все хорошо стараюсь не особенно поливать для того чтобы вообще не загнил тот образовавшийся наверное там малюсенький корешок который есть в этом растении там довольно таки большой ствол толстенький такую же но она почти целое лето болело здесь под лампами они они конечно чувствуют себя хорошо растут у меня даже здесь смотрите помидоры зреют пожелтели красиво смотрятся мальчик с пальчик собирается цвести стараюсь сильно конечно не по заливать не поливать поливаю один раз в неделю а то даже пробую грунт если он влажный то и не поливаю все по-разному питаются влагой и всем по-разному надо разное количество лампа вот это у меня такая вот настоящая красная красный такой цвет сейчас покажу еще одно моё чудо это все обрезанное что было не знаю где-то уже несколько недель прошло просыпаются почки пока не пойму сколько этих почек и как ни странно одновременно обрезанное вот это почки практически не просыпаются хотя веток и листьев было бы на нем намного меньше села в нем могла бы быть больше не знаю наверное все таки это зависит от того что на этом денежном дереве который вот сейчас я показываю применялась от отцы токетиновая паста и наверное она до сих пор на нем на него действует посмотрим какие будут почки дальше те ветки пойдут разрастаться хорошо пошли вот эти вот ростки черенки синей птицы это это в общем короче зима впереди здесь я думаю будет неплохо у этих лапа немного другая когда-то обзор по лампам я сделаю потому что еще заказала лампу идет с китая лампа специальная тоже для растений потом уже разберусь чем они отличаются и вам расскажу но все равно я включаю лампу где-то на день вечером с десяти с одиннадцати вечера и до восьми лампы выключены ну я думаю под лампами им неплохо потому что у нас нет дома южных окон солнца практически в зимнее время в доме нет поэтому конечно под лампами думаю вот им самое то перезимовать красивенькие да вам нравится мои денежные деревья мне нравится хотя очень много сортов у меня нет но все равно все они разные все они индивидуальные все они необычные хотя и одного сорта обыкновенная красула древовидное денежное дерево вот тот ряд но тем не менее и окрас у них разный и вид разный и конечно моя цель сделать делать с ней бонсайчики буду обрезать со временем формировать ствол и крону виде бонсая а сейчас еще покажу вам некоторые моменты которые засняла пора раньше этого еще это недельки две назад ну а на этом будьте здоровы всем самого хорошего выращивайте денежные деревья это просто бальзам на душу бывает случае когда будет листочек сам отваливается отпадает какой-то случай это когда просыпается вот почка вот в этом месте на одном денежном дереве и точно такой же сейчас данный момент происходит на другом видите почка проснулась уже пошли первые побеги этот листок просто отваливается ну можно ему помочь в таком случае уже он видите даже поврежден уже был поэтому никогда не спешите отрезать отламывать вот эти вот первые я уже говорила об этом не один раз недавно посмотрела видео где хозяйка денежные деревья причем многих такие где-то видно первый второй год жизни у них было несколько пар вот так от земли несколько и она уже здесь прищипнула я всегда говорю о том что нужно оставлять ствол подлиннее даже для какой цели потом мы можем дальнейшем его углубить землю даже вот так если мы хотим сделать его поменьше зато здесь пойдут корни в земле вот тут а тут проснуться корни не ветки а проснуться корни и дерево сможет уже потом более будет мощным потому что чем мощнее корень тем естественно и лучше будет развиваться деревцу поэтому всегда можно углубить не нужно спешить их удобрять потому что сейчас тоже вот вижу у многих за лето они подросли они не знают что с ними делать ствол еще зеленый довольно листья но у меня тоже такой момент был на одном из эти денежные деревья в которые сейчас находятся до синяя птица там точно так же я высадила вот эти вот черенки высадила в хороший грунт с течузой там пошли такие корни такие корни и пошла такая крона если можно назвать это кроной потому что они еще очень маленькие ствола нет а уже много листвы таком случае даже не знаю что делать убирать вот там вот ну я его занесла в дом вот он смотрите такое жирное хорошее такое листья так его много посмотрите где где там вот ствола почти нет ствол не успела деревенеть он еще маленький поэтому его надо в принципе я пересадила уже более такую такой грунт бедный без лечузы не буду удобрять и в течение зимы ну посажу его на такой полуголодный паёк для чего для того чтобы как-то же должен же где-то ствол этот взяться он должен укрепиться он должен одеревенеть он должен потом уже держать вот эту всю вот крону которая будет в дальнейшем поэтому я радуюсь когда дерево само растение само себя формирует конечно иногда приходится и ошибки делать возможно в этом вот мне подсказывали можно было не так обрезать можно было этот побег оставить убрать вот эти вот листочки ну посмотрим уже сделала что сделала